Все процессы в электрической цепи можно описать, пользуясь тремя элементами. К этим элементам относятся резистивный элемент, эдуктивный элемент и имкосной элемент. Резистивный элемент является параметром, который соответствует процессу преобразования электрической энергии в другие формы. Например, в тепловую форму. Определить величину этого коэффициента можно, воспользовавшись законом Джоуля-Ленца. Движение зарядов, работа, совершаемая при движении зарядов по какому-либо участку цепи, она пропорциональна произведению напряжения на величину заряда. При этом выделяется количество тепла, равное квадрату величины тока, протекающего через этот участок цепи, некоему коэффициенту R, называемому сопротивлением этого участка, и времени T. Если мы обе части этого уравнения разделим на время, в течение которого происходит выделение тепла, то в левой части у нас появится отношение величины заряда ко времени, а в правой квадрат силы тока на величину сопротивления. А так как отношение величины зарядок ко времени, в течение которого он перемещается, равно силе тока, то сократив правой и левой части, мы получим соотношение между током и напряжением. И это соотношение определяется как раз величиной, называемой электрическим сопротивлением, или просто сопротивлением. Единицей сопротивления является отношение единицы напряжения к единице тока, и называется эта единица Омом. Если мы построим характеристику, связывающую ток и напряжение, графически, то при постоянной величине сопротивления эта характеристика будет представлять собой прямую линию, угол наклона которой к оси тока будет пропорционален определенному масштабе величине сопротивления. Мощность, которая при этом у нас выделяется в процессе преобразования, как всегда равна произведению величины напряжения на силу тока, или квадрата тока на величину сопротивления, или квадрата величины напряжения, деленному на это же самое сопротивление. Резистивный элемент, поскольку он описывает процессы преобразования энергии, необратимого преобразования электрической энергии, называется преобразовательным элементом. Два других элемента никогда и ни при каких обстоятельствах не связаны с процессом преобразования энергии В частности, если по участку электрической цепи протекает ток, то вокруг этого участка возникает, возбуждается магнитное поле Это магнитное поле имеет сложную структуру и магнитные силовые линии этого поля охватывают этот участок электрической цепи в сложной такой пространственной структуре И если мы сложим все элементарные потоки магнитные, которые охватывают данный участок, то мы получим величину, называемую потокосцеплением участка Эта величина потокосцепления пропорциональна силе тока, который протекает по участку электрической цепи и некоему коэффициенту, называемому индуктивностью В то же время, как известно из курса физики, энергия, накапливаемая в магнитном поле, она пропорциональна квадрату тока, протекающего по участку, на котором возбуждается магнитное поле И индуктивности этого участка, деленному наду Таким образом, индуктивность можно рассматривать как коэффициент, определяющий количество энергии, накапливаемого в магнитном поле Причем, вот эта величина индуктивности, она зависит как от свойств среды, в которой возбуждается магнитное поле, так и от конфигурации, геометрии проводника, по которому течет ток Например, проводник, имеющий прямой, ну просто линейный проводник, если по нему пропускать ток, скажем, в один ампер, мы получим какую-то одну индуктивность Ну, скажем там, 100 миллигенри Если мы этот же самый проводник с этим же самым током в один ампер совьем в один виток, ну просто загнем в виде витка кольца То этот же самый ток в один ампер уже будет возбуждать поле, которое будет соответствовать индуктивности, ну скажем там, 120 миллигенри То есть при изменении конфигурации участка электрической цепи, по которому протекает ток, у нас меняется его индуктивность Если построить графическое соотношение между потоком сцеплением и током, то при постоянном значении индуктивности это будет прямая линия и угол наклона будет соответствовать величине этой индуктивности Если магнитный поток, магнитное поле меняется во времени, то на том участке электрической цепи, где происходит это изменение, у нас будет возбуждаться электродвижущая сила в соответствии с законом электромагнитной индукции И эта электродвижущая сила будет направлена таким образом, чтобы препятствовать изменению тока, возбуждающего это поле Поэтому ее можно представить как произведение от потока сцепления по времени с отрицательным знаком Ну, отрицательный знак как раз и соответствует характеру возбуждения ЭДС так, чтобы она препятствовала изменению тока Раскрывая величину потока сцепления, мы можем получить выражение для ЭДС, возбуждаемое потоком через величину индуктивности и производную по времени от силы тока Ну и отсюда можем найти величину тока как интегральное значение Любую электродвижущую силу мы, в принципе, всегда можем представить падением напряжения Падением напряжения с обратным знаком Поэтому падение напряжения на том участке, где у нас существует изменяющееся во времени магнитное поле или изменяющийся во времени ток Будет представлять собой произведение значения индуктивности на скорость изменения электрического тока на этом участке Индуктивный элемент, соответственно, поскольку в нем не происходит ни при каких обстоятельствах преобразования энергии Называется, а в то же время он создает энергию в магнитном поле, называется накопительным элементом Накопительным элементом называется и емкостной элемент, поскольку его процессы связаны с накоплением энергии в электростатическом поле Величина этой энергии пропорциональна квадрату напряжения на участке электрической цепи на некий коэффициент С, называемый емкостью В то же время величина емкости численно равна отношению заряда, который существует у нас на участке электрической цепи, к величине напряжения на этом участке Ну, отсюда единица емкости получается как отношение единицы заряда к единице напряжения и называется фарадой Если построить соотношение между зарядом и напряжением графически, это соотношение называется кулон-вольтная характеристика, то это будет прямая линия при С, равном константе И угол наклона ее будет пропорционален величине емкости Величина заряда на участке электрической цепи, вот исходя из этого определения емкости, будет равна произведению емкости на величину напряжения Взяв производную от этого равенства, мы получим в левой части силу тока, а в правой произведение емкости на производную от напряжения по времени Ну и отсюда напряжение на этом участке на емкостном элементе будет соответствовать интегральному значению тока Плюс некое начальное значение Три элемента, которые мы с вами рассмотрели сейчас Вот эти параметры, связывающие между собой ток и напряжение на этих элементах, можно свести вот в такую таблицу И тогда наглядно видно, что процессы, которые рассматриваются в теории электрических цепей Представляет собой описание связей между тремя величинами Напряжением, током и электродвижущей силой И коэффициентами, которые связывают между собой эти величины, являются сопротивление, индуктивность и емкость Любой физический объект всегда и при всех обстоятельствах можно представить схемой замещения, показанной в верхней части слайда Почему? Ну, потому что если по любому физическому объекту протекает электрический ток Значит, в нем происходит в той или иной форме преобразование электрической энергии Которая отражается активным сопротивлением или резистивным элементом Кроме того, если протекает электрический ток, значит возбуждается магнитное поле И вот это магнитное поле отражается в виде, изображается на схеме замещения в виде индуктивного элемента Ну и, наконец, любой физический объект может и накапливает всегда электрические заряды И вот это накопление зарядов и накопление энергии в электрическом поле отражается емкостным элементом То есть общая схема для любого физического объекта состоит из трех элементарных двухполюсников Входящих во все без исключения схемы замещения Но различные объекты, различные устройства обладают одним из параметров преимущественным Преобладающим над другими Ну, например, вот реостат, так сказать, как проволока Обладающая активным резистивным сопротивлением И почти не имеющая, или, в общем, небольшую индуктивность и небольшую емкость Может быть изображена в виде резистивного элемента При условии, что мы пренебрегаем магнитным полем, которое возбуждается И электрическим полем Конденсатор, как элемент, состоящий из каких-то, в общем случае, в классическом варианте двух пластин Между которыми находится диэлектрик, на которых накапливаются заряды У него почти бесконечно большое активное сопротивление R И практически нулевая индуктивность И тогда мы можем представить его схемой замещения, состоящей из одного единственного емкостного элемента Если мы намотаем провод в виде катушки То у такого элемента главным параметром, основным параметром будет индуктивность Ну, в каких-то случаях у нас потребуется учесть еще и все-таки сопротивление этого проводника, который образует катушку Ну, в таком случае мы можем добавить к индуктивному элементу еще и резистивный элемент И тогда у нас схемой замещения будет вот это последовательное соединение резистивного элемента и индуктивного элемента Но все процессы, процессы преобразования энергии, накопления энергии в магнитном и в электрических полях Всегда можно отобразить с помощью вот этих трех основных элементов И связать с их помощью главные параметры электрической цепи, ток, напряжение и ЭДС Продолжение следует...